Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 декабря, Православная Церковь совершает память священномученика Авива, епископа Некресского. Священномученик Авив, епископ Некресский, один из 13 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию в VI веке. По просьбе грузинского царя Парсмана VI и католикоса Евлавия принял сан епископа и кафедру Некресскую. Персы, захватившие в это время Кахетию, восточную Грузию, повсеместно насаждали огнепоклонство. Епископ Авив, исполнившись апостольской ревности, с крестом в руках ходил по городам и селам своей епархии и истреблял везде грубые суеверия, туша огни в капищах зарастрийцев. Дедойцы и другие горцы Кахетии, жившие по левому берегу реки Алазания, отреклись от огнеслужения и вошли через покаяние в лоно Церкви Христовой. Святитель Авив обратил христианство и многих персов. Персидский сатрап, живший в городе Рехи, обеспокоенный успешной проповедью святителя, приказал связать его и доставить к нему. Как повествует эмеретина абхазский католихоз Арсений Великий, автор описания мученичества святого Авива, святитель Авив по дороге в Рехи получил письмо и жезл от своего друга, святого Симеона Столпника Дивногорца, а также простился со своими сподвижниками, святым Зеноном и Калпским и святым Шиом Гвимским, Представ, перед персидским сатрапом святитель Авив отказался принять за растрим. Страстно обличая, его выдало поклонствие. По приказанию сатрапа святителя Авива подвергли бичеванию и страшным пыткам, после чего он мученически скончался, избитый камнями в селении Рехи, близ горе. Бросили на съедение диким зверям, но ни звери, ни птицы, ни тления не коснулись святых мощей. Братья с амптовийской обители с честью погребли их в своей обители. Мощи святого, прославленные исцелениями, были позднее при правителе Картли Степанозе, по желанию католикоса Фавора, перенесены из самптовийской обители в Мцхетский Самптаврский собор и положены под престолом, где почивают и поныне под спудом. Когда в чистом сердце горит огонь любви к Богу, когда в душе живет святая преданность своему Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу, тогда не страшны никакие лишения, никакие труды, никакие муки, тогда ничтожными кажутся все земные привязанности, вся суета и забота этой жизни, тогда легки и желанны подвиги. Господь нас всех призывает идти Его путем, узким, скорбным, крестным. Он призывает, Он Сам и поможет, и укрепит, даст терпение и силы. Если Он кого призовет и на явное мученичество, то знайте и верьте, Он будет рядом с вами в те минуты, и с Ним вы будете сильнее всех на свете, вы будете сильнее всякой злобы, человеческой и дьявольской, сильнее самой смерти. «Держи, дабы кто не восхитил венца Твоего», предупреждает Господь. Спаситель знает о нашей немощи, но святая любовь может вознести нас выше всех страхов, выше боязни смерти. «Досподобит Господь каждого из нас возлюбить Его сильнее всего на свете и пройти до конца Его путем. Мы не знаем, может быть, кто-то и будет призван к мученичеству, но пока все призваны по мере сил потрудиться в исполнении Его заповедей и пронести через все испытания свою веру и свою верность. Господь сказал, «Будь мне верен до смерти и дам тебе венец жизни. Аминь». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Печерского в ближних пещерах, священномученика Сергия Кочурова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok